Посмотрите, какая красота. Это называется осень в Мерсине. Даже мне сказать нечего, потому что до такой степени здесь красиво, тихо, спокойно. Сидят люди, чай пьют. Мы тоже сейчас пойдём чай пить. Так получилось, что это уже я испытываю на себе третий сезон в Мерсине. Ну как сезон в сезон, я говорю о времени года, потому что весну я полностью прожила. Она мне очень сильно понравилась. Лето, как им не пугали, но оно было действительно замечательным. Да, было жарко, но не жарче, чем у меня на родине. А что касается вечеров, то прохлада, которая спускается вечером из гор, она просто очень прекрасна была. И осень. Ну осень, она просто прекрасная, замечательная. Посмотрите, какое море осенью красивое. Оно прям цвета ультрамарин. Очень красиво, очень спокойно и очень тихо. Вообще, если честно сказать, я думала, что прожил здесь полгода, и я, скорее всего, надумаю отсюда уехать. Думала, осень, зима, я, в принципе, все здесь посмотрела, для себя какие-то выводы сделала. И думала, что все-таки осенью я уеду домой и приеду сюда, ну, может быть, к лету, может быть, к весне. Но, как видите, я решила опять здесь остаться. Действительно, с каждым разом, с каждым моментом все больше и больше влюбляешься в Мерсин. Вот собаки тут бегают, вот такие вот большие. И вот такое вот красивое кафе. Летом было здесь очень много людей. А сейчас, когда уже дети пошли в школу, все разъехались, то сейчас остались только местные жители. Но в этом тоже есть своя прелесть, потому что тихо, красиво и спокойно. Вот такое вот замечательное место. Вот такая вот осень, Мерсинья. Скажите, что может быть лучше, сидеть на берегу моря, когда не так много народу, под красивую турецкую музыку, пить чай. В любое время года, я так поняла, что в Мерсине хорошо. Так что приезжайте, не имеет значения, когда весна, лето, осень. И, надеюсь, тоже зима, потому что мы зиму с вами тоже проживем и покажем. Одно хочу сказать, что Мерсин в любое время года прекрасен, как по мне. Очень хорошо, очень красиво и очень спокойно. Вот уже полгода я здесь нахожусь. И за эти полгода они пролетели очень быстро, поверьте. Даже если учитывать, что я была одна со своей маленькой собачкой. Встретила очень много хороших людей, встретила хороших друзей. Поэтому приезжайте, не бойтесь, здесь действительно очень хорошо. Что касается недвижимости. Кто смотрел меня раньше, с моих первых видео, когда я сюда приехала, знает, что я сняла квартиру в аренду. И потом, впоследствии, собиралась покупать недвижимость в Мерсине. По крайней мере, собиралась посмотреть, стоит ли здесь покупать. Но теперь я могу точно сказать, что однозначно, конечно же, стоит. Единственное, о чем пожалела, что не сделала это раньше. Ну, так как у меня аренда на год, потому что я проживу все сезоны здесь. И однозначно, после этого я буду покупать недвижимость. Если вам нужен совет от такого блогера, как я, по поводу недвижимости, покупать недвижимость или нет в Мерсине, то я хочу сказать, что нужно это делать. Чем быстрее, тем лучше. Цена, да, говорят, что цена растет. Но цена растет в лирах. Что касается именно валютного эквивалентия, ну, не так уж сильно она и поднялась, если по-хорошему сказать. Поэтому будет расти, да, будет расти. Но сейчас, на данный момент, пока здесь еще есть очень хорошее предложение, и я бы, наверное, поспешила бы купить все-таки. Но это лично мое мнение. Так что, смотрите честный канал без выходных, потому что только на этом канале все говорится правдиво, здесь прекрасно, как оно здесь. Подписывайтесь, всем всего хорошего, пока. Наконец-то, по-моему, нам несут чай. А кто вы сейчас уже здесь замерз? Несут нам чай. Я есть замечательные тgrownушка. Мне и пришлось к зави clакам, и мне там не Lamb Energy. Я я буду дать в